Приветствую вас всех на этом месте. В прославление далеко не уходим. Сейчас будет поклонение. А то вы так быстренько все ушли с сцены, как будто я у вас разрешила уходить. Можете вернуться на сцену. Амин. Итак, я хочу вас всех присаживайтесь. Поздравляю с праздником Жатвы. Вы знаете, это очень прекрасный благословенный праздник. Потому что весь год Бог, Он нас содержал. Он нас обеспечивал. И как говорится в Псалме 22, Господь Ты пастырь наш. И мы ни в чем не будем нуждаться. И весь год мы ни в чем не нуждались. У нас было что покушать. Даже в тяжкие времена. У нас было что одеть. У нас даже хватило денег. Мы ездили отдыхать все. То есть Бог, Он восполнял наши нужды. В каждом дне. И знаете, мне сегодня утром прислал пастырь Бенни, Беннахин, извините, Бенни. Но он говорит, называйте меня так. Я не дедушка еще. Поэтому пастырь Беннахин, он прислал нам письмо. И специально он писал для нашей церкви. И он пишет, уважаемая Маргарита, как я готовился написать это письмо вам и вашим людям. Я слышал, что Господь проговорил мне, для вас и для вашей церкви. Скажи моим людям, верно слово мое. И если они читают слово мое, и оно пребывает в них, то будет высвобождено подмазание в течение ближайших недель и месяцев. И они не такого, что они никогда не видели раньше. Я хочу поделиться с вами тем, что Бог поместил так сильно в моем сердце. Будьте готовы узнать о семи помазаниях Слова Божьего. И я хочу, Бенни Хин конкретно пишет, я хочу поделиться тем, что Бог так сильно положил на мое сердце для вас. И вы знаете, он нам, он говорит, именно вот эти семь великих помазаний, которые сойдут на церковь восстановления Скини. Это будет исцеление, откровение, обеспечение, изобилие, избавление, вера и великое благословение на народе. Самое большое благословение для нас, это когда я и мой дом служат Господу. Когда наши родные, близкие, они будут служить. Это самая большая, великая жатва для нашей жизни. Пророк Тебе Джоша тоже прислал сообщение, и он тоже поздравляет с жатвой нас, и он желает увидеть нас в ноябре месяце, когда мы будем лететь туда. Он тоже говорит, что Бог что-то будет великое совершать в нашей жизни, в нашей церкви. Поэтому, он говорит, мы как одно целое, как дети Божьи, как дети Царства Божьего, мы должны в каждом дне ожидать Господа, в каждом дне мы должны благодарить Его. И вы знаете, мне очень понравилось, что Бенехин сказал. Он говорит, если вы читали, говорит, Слово Божие, то наступают дни тяжкие, будет очень трудное время, как говорил Иисус в Матфее, да? И он говорит, но в эти дни, пастор Бенехин сказал, мне очень понравилось, как он сказал, но в эти дни, он говорит, я заключил завет с вами. То есть, говорит, если ты человек завета, эти тяжкие дни, они пройдут мимо тебя, и они тебя не коснутся, потому что ты в завете самим Господом. И вы знаете, когда сегодня у нас праздник жатвы, это поистине прекрасный праздник, я вообще люблю этот праздник, я когда к нему готовлюсь, я не знаю, но я все время иду на рынок, я беру самое лучшее, перец, картошку, там все. Знаете, многие люди берут там яблочки, я беру все, потому что, для чего я это делаю? Вот для чего я беру там буряк, морковку, картошку, капусту? Не потому что, ну, это так надо, а потому что я все, что покупаю, говорю, Господь, я хочу, чтобы это было в моем доме. Вот в течение этого года, пусть эта жатва поистине будет в моем доме. И поэтому, когда ты приносишь Дом Божий, эту жатву, это говорит о том, что ты и твой Дом, он ни в чем не будет нуждаться в течение этого года. Потому что ты сказал, что Господь пастырь твой. И ты избрал Бога пастырем своим. И Бог, Он говорит, что ты никогда не постыдишься, потому что Он тебя поведет на пашечи, которые, знаете, злачные. И действительно, мы сегодня будем молиться, потому что, что происходит в семьях? Когда есть нищета, когда есть проблема, семьи начинают, знаете, скандалы, ругаться, и недостаток, он всегда приводит к очень серьезным ссорам, даже разводам. Бог, Он за семью, Он хочет, чтобы семьи процветали. Он хочет, чтобы в семьях был мир, благополучие, радость. Поэтому Он говорит, что как жатва, что именно в этот день вы приносите. Почему? Потому что, чтобы в вашем доме было изобилие, то изобилие, которое вы сможете делиться с другими людьми. Это слава Богу. И еще я хотела бы сказать, у нас сегодня праздник десятин. Аминь? Это поистине хороший праздник. Мне он очень нравится. Многим людям он не нравится. Мне нравится. Я вам правду говорю. Почему? Потому что это праздник, когда ты приносишь в домохранилище все, что ты вот в течение месяца отложил десятую часть для Господа. И Господь тогда ты приносишь, ты говоришь, Иисус, ты мой первосвященник. И я не человеку. Я тебе приношу первое. Все первое. Оно принадлежит тебе. И когда ты Ему приносишь, свои десятины и приношения, ты, знаете, перед деньгами, пусть у тебя будет даже маленькое слово. Ты почитаешь Его Слово. Ты почитаешь Его как Господа. Ты Его почитаешь как Царя. И ты говоришь, самое лучшее, что есть у меня, первое, я приношу тебе. И мне всегда доставляет удовольствие, когда праздник Десятин. И Слово Божие говорит, принесите в дом хранилище все Десятины ваши. И хоть в этом испытайте меня. Богу нравится, чтобы мы Его испытывали. Богу нравится, чтобы мы жили ни в чем не нуждались. Богу нравится, чтобы наши семьи прославлялись. И вы знаете, поистине мы не такие люди, как в этом мире. Вот мы живем в этом мире, но мы не такие, потому что наш Отец, Он Царь. Наш Отец, Он благословенный. Наш Отец, Он милостивый. Наш Отец, Он заботящийся. И Он говорит, даже если Отец и Мать оставят тебя, Он говорит, ты не переживай, я не оставлю и не покину тебя. Сам Бог обещает заботиться о тебе. И знаете, когда ты приносишь, ты понимаешь, это то малое, что является верностью для твоего отца. Потому что ты понимаешь, эти деньги, это все временно на этой земле. Но когда ты придешь к нему, знаете, Он может быть даже вообще и не подумал, что ты был верен в таком малом. Но Он скажет, в каждом, в каждой ситуации ты был верный. И Он говорит, верный человек, войди. в Царство Божье. И поэтому пусть эта верность, она сохранится в наших сердцах, в наших жизнях. И давайте мы сейчас все встанем на ноги и мы возьмем наши десятины и приношения. И я хотела бы пригласить архипистофа, пастыря, православной церкви, церкви Журавлева. И вот знаете, Сереж, возьми, пожалуйста, можно? И я хотела бы его пригласить. И когда мы будем сейчас вложить, Сашенька, возьми, пожалуйста, Илья. Я хочу, чтобы архипистоф, знаете, православной церкви, он просто молился за нас, вымазал Илья и высвобождал благословения на ваши семьи, на ваши дома. Если у тебя нет десятины, ты приносишь просто приношения. Не стесняйся. Бог, Он будет благословлять тебя. Ему это очень нравится, потому что Он любит тебя и Он хочет, чтобы твой дом, Он всегда и во всем был благословен. Амин. Илья. Спасибо большое, пастор Магалида. Дорогие друзья, братья и сестры, слава Господу Иисусу Христу. И действительно ни в ком другу нет спасения. И сегодня вот я присоединяюсь к этим словам пастора и, дорогая церковь, я как гость, но я имею честь помолиться за вас сейчас и десятины. Знаете ли, друзья, в православной традиции культуры это тоже, но с самого начала как бы оно и было так, друзья, просто сейчас забыто как-то. А первый храм на Руси, Киевской Руси, в Украине, какой был построен? Кто помнит из истории? Вообще, именно не временный, не деревянный, а каменный храм первый на Руси был построен. Какой? В Киеве. Десятинная церковь. Да, совершенно верно. Десятинная церковь. А почему назвалась она Десятинная? Потому что была построена на Десятинной киевлян. Сразу после крещения Руси, когда началось это все, решили построить уже не деревянный, а каменный храм решили построить. И построили его, ну, он назывался Баринома, но в народе его такая крестили, Десятинная церковь. Знаете ли, И, друзья, и пусть сегодня Бог Святой, который очень действительно чтит этот завет, даже если человек где-то не верит, Бог остается верным своему слову, своему обещанию. И вот несколько лет назад, лет десять уже вообще-то прошло достаточно, в Днепропетровске я общался, в области, точнее, в Днепропетровске, я общался со живыми свидетелями чуда, одно из чудес, я вот здесь посмотрел на вот картошечку, значит, варбошечку, на все, что здесь выложено, да, прекрасно, плоды земные, слава Богу. На самом деле, это вот знак изобилия такого, Бог благословил нашу землю, друзья мои, очень сильно благословил. Так вот, я вспомнил такую историю, я был, мне ближе к картошечке здесь, значит, и я вспомнил про картошечку. Так вот, во время войны, знаете ли, вот в Днепропетровщине там было очень непросто, часто многие села переходили, как бы, то немцы там, то Советы, то есть русские, то есть непонятно было, так вот, все время обстрелы были, и до полугода, по-моему, говорили, нельзя было даже из дома выйти вообще, люди боялись, люди многие голодали, есть было нечего. И вот в этой семье, в которой я был, я был в семье их внуков и детей, хотя часть родственников уже за границей жили в Америке, но часть оставалась еще вот в Украине тогда жить. И они рассказывали, как Бог кормил их весь сезон, все это время, до самого уже начала лета, на дно ведре картошки. Одно ведро картошки оставалось у них, больше не было. Большая семья, многодетная семья, плюс еще взрослые там, дедушки и бабушки, значит, с ними, плюс еще какие-то люди еще к ним там, непонятно, тоже, значит, голодающие прибежали, жили у них там, ютились, как-то война, такое дело, что не щадит никого. И представляете, они самого младшего посылали туда вниз, они верующие, они молились, каждый день молились, молились в молитве. Кстати, там другие были дома, у всех там, как минимум, окна повыбивало все, значит, от этих взрывов, все, у них окна все целые были, молились постоянно. И когда маленького, этого самого младшего спрашивали, а там еще есть картошка? Есть еще, есть еще, в полное ведро. И прошло некоторое время, до них дошло. Это ж чудо. Это ж сверхъестественно. И они даже боялись туда, в этот подпол начнут сходить, потому что, ну, как бы, ну, знаете ли, благогонение такое на них напало, такой страх Божий. И они все время посылали этого младшего, а то, ну, да, вот, полное ведро, так же, не убавлялось, он приносил картошку, они ели все, и выжили, слава Богу. Знаете, даже кажется, вот такая вещь, да, но Бог, он Бог завета. И они, вот действительно, я уже заметил, что Бог и в малом, в чем угодно, в картошке, в морковке, не знаю, ну, во все абсолютно. Он верный Бог. Он верный Бог. И сегодня пусть Бог благословит. И когда я был простым сельским священником, в девяносто первом году, в Рязанской области, тоже был мне преподан такой урок. Одна бабушка у нас, баба Наташа, она была очень старенькая. В девяносто первом году, ей было девяносто уже четыре, девяносто три, девяносто четыре года, так вот. То есть она еще с девятнадцатого века родом была, эта бабушка. Так вот, и я тоже рассказывал, как Бог сохранил их, благодаря, опять-таки, завету. Мама ее была очень такая богобоязненная женщина. И там вот, эта история, я ее потом расскажу, вообще потрясающая история. Для меня это было такое вдохновение, знаете ли, и пусть Бог благословит сегодня эти десятины, жертвы, если даже не истина, вы принесли, допустим, жертву, пусть сейчас Бог это благословит и приумножит, как Бог завета, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И подходите, на основании завета, изобилие. На основании завета, Господь, изобилие. Изобилие. Если у вас пожертвования, вы тоже можете подходить. Зобилие. Благослови Господь, благослови Господь, благослови Господь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Аминь И сейчас, знаете, мы сейчас поклонимся Господу нашему И после этого будет проповедовать Архиепископ Православной Реформаторской Церкви Сергий Журавлёв И в конце у нас будет молитва Будет молитва за всех людей Все, кто хочет, будете подходить Мы будем молиться за то, чтобы были счастливые семьи Кто не женат, не замужен Мы будем освобождать благословения Кто хочет, чтобы восстановилась семья В семье пришёл мир Вы тоже можете подходить, чтобы Бог укреплял семьи И мы будем молиться за его освобождение Также благословения на ваши дома и семьи Поэтому Бог вас очень сильно любит Вы не случайно на этом месте И в конце у нас будет такое, знаете, трапеза Я всегда называю это как вечеря любви Что сам Господь, Он будет присутствовать с нами на этой вечере Где мы сможем общаться, разговаривать И, знаете, какие-то иметь личные отношения Просто поговорить Потому что Бог, Он хочет, чтобы мы имели общение друг с другом Аминь